всем привет это обзор на 10 крейсер японии йодо из альтернативной ветки просите выпуск понравится то поставь лайк и подпишись на канал из особенностей этой ветки здесь хорошие торпеды одни из самых лучших на крейсерах с большой дальностью хода 15 километров с углами хорошими также многочисленная артиллерия целых 18 стволов калибра 150 миллиметров по сути и до это корпус тяжелого крейсера однако с бронелегкого и с орудиями также легкого крейсер мне корабль понравился на нем интересно играть однако он может вам не подойти смотрите обзор до конца подписывайтесь на канал ну а я начинаю бронирная yodo оконечки 25 миллиметров и к сожалению так как это легкий крейсер бронирный каземат от 25 миллиметров чем-то будет похоже на броню невского ждать и при столкновении с любым линкором любого калибра вас будет гарантийно заходить урон будь то это кирпиц или тем более ямато 25 миллиметров не танкует даже 380 палуба 30 к но и и вы не почувствуете также башен очень маленькая броня 32 25 их частенько критуют и могут даже выбить в крест что кстати цитадели сначала идет бортовая обшивка 25 и потом цель 110 на практике вы очень длинный неповоротливый циталь большая вас легко половинить например с линкор или сталинграда и вытащить цитадель и да не проблема при этом но она пробивается с бронебойных штурмов рейх гофу нам если вас броня не впечатлил то вот запас хп немного позволит исправить этот недостаток здесь боеспособность выше чем у зау и она равна 59 тысячам 800 хп спад за 19 процентов это хорошо но по выживаемости вы будете проигрывать зау потому что у него 30 миллиметров обшивка лучше инвиз лучше маневренность хоть и запас хп чуть меньше артиллерия целых 6 башен рекордный показатель по 3 орудия калибром 150 миллиметров в результате вес залпа 18 стволов у смоленской 16 у кульбера 16 здесь 18 это очень много результатка долгая для калибра 150 миллиметров целых один секунд и тот же самый вустер американский будет значительно скорострельный и и до кору здесь приятная особенность они быстро наводится и некоторые башни даже курится на 360 градусов поэтому проблем с реагированием на противника у вас точно не будет орудия сразу довернуться и вы начнете стрелять на 18 километров здесь можно максимально работать наружении фугас урон 2 500 и вертся поджога в полной раскачки 12 процентов и рекомендую конечно опыть и поджигали до достаточно неплохо за счет большого веса залпа бронепробитие 30 миллиметров этого конечно не хватает по линкором придется их выжигать и работать по надстройкам но зато вы катастрофически опасны против крейсеров даже 10 уровня с обшивкой 30 вы быстро будете убивать домой того же за в них будет залетать по 10 тысяч будут все пробития и по два по одному пожару бабушка 2850 но честно говоря использовать их практически здесь не нужно однако если перед вами развернется какой-нибудь крейсер типа минотавра смоленска бортом на дистанции ближе чем 10 километров то можно использовать бабушки и даже таски таким целям цитадели главная проблема этих орудий при таком количестве вроде бы плюсов это их баллистика снаряд лит очень долго на дистанцию 17 километров и попадать действительно тяжело вы что-то вроде гиринга ну то есть баллистика типа гиринга только на крейсерах даже у кульбера баллистика лучше и снаряд быстрее придется очень долго пристреливаться привыкать к этому крейсеру только потом он сможет раскрыться реально эффективная дистанция здесь стрельбы меньше 14 километров одной из главных особенностей юдо являются его торпеды здесь целых четыре торпедных аппарата по четыре штуки 2 на каждый борт торпеды японские с отличным уроном 20 1767 и хорошей дальность ухода 15 километров это меньше чем у юсина но больше чем у зауна три километра при этом торпед средние характеристики заметности и скорости неплохой спам вооружения периодически боях вы не попадаете вешайте за топ останавливайте линкоры тормозите фланг и торпеды носят приличный урон при этом у них хорошая перезадка 90 секунд и даже иногда эсминцы на них натыкаются при этом торпеды редко выбивают переходим кого но также здесь очень интересная нетипичная для японцев дальность стрельбы 6,9 километра большой зонтик большой радиус по помогает юдо эффективно прикрывать союзные корабли и с заградкой он очень опасен для авианосца потому что урон по удальному действию целых двести четырнадцать если нет заградки то зайти на юдо не особо сложно профильному авиководу маневренность максимал 35,7 но огромная циркуляция и перекладка значительно хуже чем на зау поэтому убирается дель здесь намного сложнее чем на тяжелом японском крейсере маскировка в моей сборке светимся мы на 11,20 километра полный прокачки если не шваюсь юдо светится то ли на 10,1 или на 10,3 и он уступает зау оснащение габ либо заградка рекомендую габ потому что торпед много и смитцев много и подлодок много истребитель который нельзя заметить на картировщик и в целом она поможет чуть-чуть сбивать самолет авика и в принципе авики на юдо заходить не любят из-за большого радиуса по и хилки сборку я рекомендую такую как на экране торпеды прокачивать не стоит это слишком рандомное вооружение лучше сделать упор на гк чтобы набивать стабильный урон четвертый слот энергетическая установка читерный расходник может вам быстро стартовать и уворачиваться снарядов пятое рекомендую ролевые машины модификация 2 да мы пожарим маскировкой зато станем гораздо более динамичными это поможет нам выживать убирать борт и удобно скидывать торпеды слева и с правой стороны без рулей перекладка будет очень долго больше десяти секунд и в шестой слот не надо упороться в торпеды берите досылатель дальний сталь бы вам также не нужно потому что попадать на всем из километров уже проблемно долго экспериментировал экспериментировал с кэпом и остановлюсь пожалуй на этой сборке на первом уровне берите торпедиста разгонит скорость торпед дальше если вам нужно пцшка для выживаемости если нет то обязательно взрывотехник это ключевой навык на виду по 16 чем 18 стволов и на каждом снаряде повысится шанс пожара на один процент у вас их 18 и разница будет ощутимы классический набор отчаянные суперданты и мастер борьбы за живучесть и инвест на 4 очка рекомендую поставить на сдачу перки на торпеды хотя они не особо работают и последним заряжающий как я говорил ранее если вам ставят борт какой-нибудь британский легкий крейсер то вы сможете быстро сменить снаряды и выбить ему цитадели пробовал инерционик но он не особо полезен да управляет 37 миллиметров начинаете хорошо работать по конкурору и по республике но значительно снижаете шанс пожара и таких целей в рандоме не особо-то и много и иногда я играл с отличником артиллерии но все-таки смело на мастер борьбы с живучесть лишние 5000 hp очень помогает этому крейсер который получает уран подготовили японца погнали смотреть бой и делать выводы итак карта края вулканов уже 56 тысяч урона набил работаю по республике обратите внимание целюсь по надстройкам чтобы снаряды попадали минуту да ибо я без инерционика и в основе бронепояс 32 миллиметра ну вернее каземат я ее не пробью будут все не пробить и честно говоря и дом не зашел из-за мульти вооружения здесь и можно за гк пострелить и поспамить торпедки что вроде как весело и хороший повод то есть все вооружение нас как минимум на среднем уровне однако еда не очень силен в рандоме из-за баллистики то есть попадать на 17 км катастрофически сложно и баллистика по-моему здесь худший среди всех крейсеров на 10 уровне даже скальберт это делать было бы чуть проще при этом у корабля нет скорострельности и как на устали заливать здесь нельзя тут именно стреляешь сразу за 17 орудий и легко промазать так что качать этот корабль всем не рекомендую он больше подойдет именно для олдскульных игроков кто познал все корабли и кто готов солдать с таким геймплеем причем если у вас хороший фпс если его мало попадать будет еще тяжелее то есть главная проблема это отсутствие некая концепция ведения боя на определенной дистанции на дальней вам играть тяжело из-за баллистики вы там малоэффективны но можете все еще попадать пленкором поджигать а вблизи вы супер уязвимы из-за слабой брони в 25 миллиметров хоть и много хп при этом вам будут выламывать легко башни и вы не сможете носить урон а если станете четко носом то и до работает только из двух башен передних их могут выломать чтобы стать полубортом вам надо еще чтобы стрелять всех орудий вам надо стать полуборд и тогда вы уже можете получить в цитадель то есть вблизи вам делать типа нечего на дальней дистанции делать нечего ну и как-то приходится в это на средней дистанции но если все делать грамотно то юдо может носить урон счет разного вооружения и при этом он очень опасен в кайте вы легко тормозите атаку противника скидывайте торпеды с отличными пусками двух бортов еще и поджигаете и случае какой-то угрозы за счет хорошей маскировки просто отсвечиваетесь и да с рулями торпед кидать легко хоть у корабля плохая циркуляция но рули это исправляют и ты сбросил торпеды с одного борта выпрутился с другого чуть пострелял у тебя уже они перезарядились потому что перезарядка 90 секунд и еще скинул торпеда очень больно попадает вы вам это покажу 20 тысяч максимум урон если линкор бортом то скорее чем сдохнет но при этом расчет на торпед не стоит друзья это супер рандомное вооружение даже за три боя можете вообще ни разу не попасть торпедами а заканывать урон катастрофически здесь сложно почему вы торпед не попадете это сказать что-то вроде много но подойти вам не всегда дают на дистанцию все катаются с гапами сменцы эти торпеды просветы из-за маленькой скорости хода торпед вряд ли вы платить по треугольникам и не все бои происходят именно когда вас пушит и вы кайтите зачастую вам придется противника атаковать а доставать вы его не сможете эффективно из-за баллистики и играть в атаку на виду тяжело он именно больше под кайт поэтому на корабле набивать урон сложновато но при хорошем раскладе 140 плюс-минус вы сделать сможете и вроде бы кораблик не особо сильный значительно хуже зау но при этом он реально веселый пожалуйста вы можете отбиться от айка пожалуйста поработать по линкором пожалуйста покидать торпеды и каждый бой на нем складывается интересно и весело если конечно вас не шотнут я напоминаю что броня здесь супер плохая еще и корабль длинный большая у него циркуляция поэтому нужно умело выживать но и до катастрофически опасен оказывается против крейсеров на средней дистанции которых обшивка 30 миллиметров например салем может быть анри вы пробираете гератерин корпус заходит них 18 снарядов при этом они из-за того что у крейсеров нет противопожарки их поджигают и по 10 тысяч вешают залпа наносит урон салфа и два пожара так что убить салем кайте или домой на виду будет не особо сложно если вы уже на с ними написали дистанции то скорее всего вы трупом башни идут развернуться и вы умрете поэтому грамотно старайтесь именно отворачивать и выживать играем всегда на кайте поясминца попадать конечно супер тяжело но если вы все-таки взяли правильный праздник то поясминца носит неплохой урон опять же за счет вешаться залпа ему критуется все что можно и при этом вешаться пожар чуть позже я здесь буду файт со сдал арно вы посмотрите на что способен еду и как плюс мне понравилось что орудия быстро наводится они супер эффективно крутится им взять точнее перебросить их на нужный борт никаких проблем не составляет рекомендую ветку пройти как минимум до девятки за свободку потому что семерка восьмерка очень слабенькие корабли там слишком долгая перезарядка для калибра 150 он секунд 15 и нету такого веса зал но уже на девятки вам дают хилки вам чуть-чуть улучшать перезарядку и увеличится вес зал проходим на девятки на свободку и наслаждаемся этой веткой потому что оценивать ее поди по семерки и восьмерки не стоит там реально корабли плохие в идеале конечно вкидывать свободку сразу до и до здесь еще играл с другим билдом но все-таки решил оставить на данный момент перк на хп тут я играл без супер нудант у меня был 3 хилки они тратятся здесь быстро то что у вас обшивка 25 залетает практически все с уроном так мне 120 тысяч опять же я не иду никуда вперед контролирую точку альфа работаю посла и в принципе по линкорам попадаю даже с такой баллистикой но это очень тяжело и до опытные противники будут легко вас контрить потому что видос надят настолько долго что можно буквально два раза вернуться даже на дистанции ковер в 10 от его снаряд были меня момент когда меня спокойно расстрелил хабаровск на дистанции 10 километров и я практически не могу никак убить у него броня была 50 миллиметров в него я не всегда попадал он играл скорость и даже на 10 до тяжело убить его скрессер вряд ли и достанет кем-то метом в кб или ранги но поиграть на нем в рандоме можно почему нет фан он доставляет и обратите внимание здесь доллар он поверил в себя супер эсминец одиннадцатого уровня он меня подлыл когда у меня башни были на правом и борт развернуты но еду они супер быстро крутится и буквально за секунду 3 их перебрасываю на левый и уже работаю за 18 пушек по доллар на дистанции 6 7 километров попадать не сложно и европейцы уходит в порт и ошибка в том что он не стал использовать бронебойки потому что обшивку меня 25 если он без нарцоника у меня не пробивал с бвх наверно бы меня забрал но это уже просто не опытность противника незнание механик теперь буду косплеить эсминчик пускать торпеды из инвиза они все-таки на 15 километров это достаточно приятная дистанция конечно хотелось бы на 20 как на и сина кидать но поверьте те торпеды все-таки лучше чем на и сина потому что они более незаметны если на синтеки дальше не просто светится и противники уходят там дистанция света торпед свыше двух километров здесь все-таки поприятней и в плане торпед корабль конечно редко ими выпадает но ими играть по интересе чем на зал да у завых больше их 15 точнее по 5 до 1 торпед на 5 по 5 но 12 километров и более худший углы пуска не позволяют так спамить как идет о еду именно заточен на спам более перезарядка 90 секунд а у завого там больше сотки кремль идет на меня поэтому я кидаю торпеды на 15 километров хоть и он дальше но так как он сближается торпеды по нему дойдут стресс кидая сразу два веера вместе что противника было меньше шансов от них увернуться и конечно заспамьте всякие проливчики направлении куда может противник вылезти не жалейте торпеды пускайте даже с никого нет потому что бывают цели натыкаются и это хороший урон с торпеды 19 20 тысяч м сейчас получит раз таки почти на двадцатку собью ему аварийку и потом буду его переподжигать друзья пишите в комментариях чтобы типа йода до корабль может быть и не очень силён згк но мне он зашел здесь респект разработчикам за такой интересный необычный уникальный геймплей если что я здесь не оценил это пермач однотонный камень хотелось бы что-то поинтереснее развести голы покупается но если болезнику сделанную до более разорганскую поверьте это было бы уже имба и расплата за такой крутой вес залпа из 18 орудий антон с мальянский 16 на кольбере 16 из 18 это именно плохая баллистика но пушки здесь как бы зенитные это и понятно они являются на камповой добит на 6 9 но и зенитные орудия предназначены для работы по самолетам не то что для уничтожения кораблей 200 урона остаться аляска я век аляска сейчас подсветить уничтожит он кремль я по ней работать не буду мне повезло 302 хп но напоминаю играл без супер тенданта лучше все-таки взять и перкин хп и супер тенданта что корабль очень больно получает я катал видов full торпеды не рекомендую торпеды очень рандомный пользы особо нету будете чаще спамить но надо делать упор именно на гк и а трансоника я также отказался потому что сжигать всех более профи на тем более спектр целей которые вы пробиваете трансоником обычно боях не особо большой это буквально один-два линкора там кони репа а по остальным целям и тупо сделайте себе хуже то есть по крейсерам будут хуже эти пожары по всяким пурфюрстам и кремлям тоже толку особо не будет поэтому я решил играть без нарцоника хоть и тестил разные билды стихийное бедствие остается night status начинаю с ним сближаться но дальности все-таки здесь не очень много и на зао с уникалочки с критеросчиком конечно играть приятнее гораздо там и баллистика лучший супер точность и можно попадать на 20 километров при этом пробивать крейсерам цитки спокойно если там ставят борт йода это не то ббшки здесь мало эффективны максимум по супер легким крейсерам на дистанции 80 километров ровный борт в основном используем фугас вот таким получился корабль он явно не для всех он явно может вам не понравится но он фановый и если вы умеете знаете зачем он как использовать его различные уже это он может раскрыться и вам понравится слабыми его назвать не могу но при этом это и не что-то среднее на 10 уровне как и большинство кораблей как антрите дом ловите его борт огромный заимцидель вышибайте башни и помните про его торпеды используйте габ не ловить их савика его нагружать не рекомендую но если он без заградки подпить его сможете на этом у меня все подписывайтесь на канал ставьте лайки и ждите новые обзоры типа учился сюда альтернативный крейсер 10 уровня и японии всем пока и 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 Продолжение следует...